Не будут платить, отключим свет. Жители СНТ Ленинского района Новосибирска устали от поборов правления. По их словам, они исправно платят по счетчику, однако провода все равно перерезают. И чтобы вновь подключить электричество, надо заплатить. В ситуации разбиралась Виктория Рыжих. Приехали они отключать электроэнергию. Я была одна с ребенком. Они залезли на столб, я просила, не отключайте, у нас дети маленькие, их это не остановило. Они залезли на столб и отрезали провода дома. Людмилу заставили написать расписку, что она принесет 2000 рублей, и только после этого ей на следующий день включили электроэнергию. Жизнь в садоводческом обществе «Золотая осень» действительно дорогая. Точнее, «Золотое электричество». Руководство СНТ систематически требует с жителей дополнительные взносы. Прошлым летом жильцы сидели без света месяц. Мы начали задать вопрос, пока не сдадите 1300, мне это, ну я, например, не сдавала. Вот, я говорю, я сдавать не буду. Я не ворую свет, у меня есть счетчик. Раз я не ворую свет, они мне начали нагло приписывать долги. И началось так, я плачу, например, в феврале сумму 2000 с копейками. Меня Паша проверяет в июле, визер, то есть проверяет в августе, долгов нет. В начале ноября она мне озвучивает, у тебя около 4000 долг. Я говорю, откуда? Проверять платежки в правлении не хотят. Галина обратилась к юристу. Заключение – женщина переплатила в кассу общества 7000 рублей. Тем не менее, света в доме Галины нет с декабря прошлого года. Вопросы вызывает само назначение председателя. Жители уверяют – общих собраний не проводили, никто его не избирал. Документа, подтверждающего его статус, тоже нет. Покажи нам договор с энергосбытом. Энергосбыт нам не дает. Сейчас юрист пишет, во вторник мы поедем туда, и я хочу видеть бумагу, на каком основании они ему дают все сальтовые ведомости. Они не имеют права давать. Круглогодично на территории СНТ проживают 87 семей, почти полсотни детей. Во всех домах стоят счетчики. На этом настояло само управление во главе с председателем – визером Павлом Николаевичем. Жильцы платят исправно. Тем не менее, долги общества по электроэнергии почему-то продолжают расти. У нас не делается, уже три года дороги не делаются, никакого ремонта. И вообще, в целом, ничего для нас не делается. Членские износы с людей требуют постоянно. Некоторые уже отказываются платить, потому что мы видим смысл. Многодетная мама. Сижу с 23 февраля, марта, без света. Из-за неуплаты 2000 рублей, которые нас требуют. У меня просто таких возможностей нет заплатить. У нас доходит слой до того, что у Иры лично прокинут шнур. Прокинут шнур от тети. Лишь бы только у нее был свет. Лишь бы хоть как-то ребенок могла делать уроки, ну как-то что-то. У меня было все проплачено, даже вперед. 310 киловатт на сумму 770 рублей вперед проплачено. И меня, тем не менее, все равно отключили. Платил я по 2,50 со всеми, как говорится, потерями. Дозвониться до Павла Николаевича журналистам телеканала не удалось. Зато посчастливилось встретить бухгалтера. Подмаренко Людмилу Михайловну, которая, кстати, приходится. Тещи, председателю, визеру. Без комментариев. А почему, расскажите. Не хочу. Вы бухгалтер, вы обязаны. Я ничего не обязана. Вы же бухгалтер, вы ответственное лицо. В субботу, в воскресенье подходите. Ну, мы сейчас приехали. Ну, и что, что вы приехали? Вы ответственное лицо, мы обязаны дать комментарий. Да пошли бы. А дальше по классике. Непереводимая игра слов. Страсти наверняка накалятся летом. Придут дачники, которые точно не захотят скидываться в общую копилку. Жители уже написали заявление в прокуратуру и другие надзорные органы. Телеканал ОТС будет следить за развитием событий. Виктория Рыжих, Андрей Дулепов. Новости ОТС.